Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 29-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке я хочу научить вас, как легко вставить на ваш одностраничный сайт карту от Google. Очень часто, наверное, вы видели на лендингах, когда размещают карту, например, с размещением офиса или фирмы. И давайте перейдем в Adobe News и посмотрим, как вставить Google карту на ваш сайт. В Adobe News вы выбираете место, где вы хотите разместить карту. Как правило, карты вставляются не в самом верху, а как правило, они вставляются в самом низу. И мы идем в библиотеку мини-приложений и открываем категорию «Социальная сеть». Здесь у нас представлено вот такой список разных элементов. Мы в следующих уроках о них поговорим. Находим здесь Google карты и мышкой таким же образом перетягиваем на наш сайт. Здесь имеются небольшие настройки. Сразу определитесь, какую карту вы хотите. Как правило, карту делают во всю ширину сайта, но не всегда. Бывает такое, что карту размещают где-нибудь справа, слева хотят разместить какой-то текст. Здесь очень легко менять размер. Выделяем нашу карту и просто тянем за ползунки до такого уровня, сколько нам нужно. Но я же хочу сделать во всю ширину. Давайте, прежде чем растянуть во всю ширину нашу карту, мы с вами проделаем настроечки. Как у всех библиотек мини-приложений, есть в углу вот такая вот стрелочка. Мы кликаем по ней. Здесь небольшие настройки. Можно выбрать, какая карта. Гибрид, спутник, рельеф. Ну, самый важный. Можно задать масштаб. Сразу я задам, например, 16, самый такой оптимальный масштаб. До максимума 19. Можно увеличить карту. И самый такой главный момент, где у нас пункт адрес. Мы все стираем здесь, все, что там есть. Если вам нужно разместить на карте, чтобы было видно адрес вашего офиса, вы сначала просто набираете свой город, там, где у вас расположен офис. Я пишу свой. После того, как вы написали город, ставите пробел и пишите адрес этого здания. Вашего офиса или там, я не знаю, фирмы. Потом пишите, я пишу дом 16. И, в принципе, этого достаточно. То есть, пишу город, адрес, дом, номер дома. И потом нажимаем Enter. У нас идет загрузка карты, подгружается наш район. Здесь уже видно, даже в режиме редактирования, что выбран мой дом и мой город. И теперь, после того, как вы настроили карту, вы поддвигаете ее к краю браузера так, чтобы она засветилась. Левая сторона красной такой направляющей. Значит, мы четко прижали край нашей карты к краю нашего холста. И за противоположный ползунок вытягиваем во всю ширину до тех пор, чтобы у нас всплывающему окошечке показалось 100% по ширине. Также вверху прижимаете, например, к своему предыдущему блоку. И здесь я тоже прижимаю к своему последнему блоку. Если у вас какие-то элементы загораживаются, то другие элементы вы упорядочите на передний план. По сути, все. Давайте посмотрим, все ли у нас получилось. И как это выглядит в браузере. Вот наша карта. Она прекрасно встала. Также можно управлять мышкой, вот так вот тянув за карту. Колесо мышки можно увеличить или уменьшать. Все работает, как в реальной карте. Вот такой вот несложный урок. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч, делайте их круто. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok